друзья приветствую всех на канале птич дом сегодня будет обзор на небольшие клетки для содержания зерноярной птицы клеточки вы видите у себя на экране в кадре ну скажем так почти четыре клетки на самом деле и значительно больше я сейчас расскажу конкретно о том из чего они сделаны как они сделаны но потом уже покажу как полностью эта батарея клеточная выглядит и так клетки выполнены из дуба 6 миллиметровой толщины фанеры четверки на дне и поддоне пластик пвх четверка кормушка и направляющие к нему и нержавейка в качестве прутка толщина 16 миллиметров клетки по размеру 37 на 20 на 27 сантиметров высоты расстояние между прутков 15 миллиметров то есть принципе для любой зерноядной птицы подойдет это расстояние почему такие размеры но как бы во первых все упирается в площадь помещения где птицы будут содержаться сами вы понимаете я думаю это прекрасно ну и во вторых человек не первый год занимается певчей птицы и поэтому вот остановились мы с ним на таких размерах не могу сказать что большие не могу сказать что маленькие плюс-минус в таких же клетках я содержу свою певчую птицу во всяком случае манную ну а у меня либо манная либо вольерная то есть тут разброс небольшой поэтому на мой взгляд для тех же самых чижей щеглов и полов это эти размеры оптимальны выполнены эти клетки как я уже сказал из дуба выполнены они чуть-чуть по-разному одни клетки левые вторые клетки правые отличаются они расположением дверки то бишь в одни в одной половине клеток дверка расположена слева дверка поддон вот в этой вот в этой батареи дверка поддон расположен с правой стороны кормушки соответственно напротив дверки напротив поддона ну и получается что кормушки в этих клетках расположены ну если их две батареи рядом поставит у кормушки можно сказать что по их центру соответственно убирать ну тут опять же тут кому как удобнее убирать кто-то привык там клетку снимать перемещать выдвигать поддон поэтому левое правое боковое в общем расположение поддона вполне себе устраивает кто-то привык клетку не трогать и поддон делают делается по центру ну тут кто как привык нету здесь каких-то плюсов каких-то минусов все зависит исключительно от пожелания конкретного пользователя этих клеток ну соответственно кормушка смещена к одной из сторон в принципе вариант ну как по мне так не очень но опять же тут кто как привык я допустим либо без кормушки совсем люблю клетки либо кормушка по центру но опять же повторюсь это вообще не особого значения не имеет в клетках небольшая капитель к вот полосочка вот полосочка то есть по верху набита рейка рейка со скруглением ну и в общем и целом добавляет и статьи эстетичности внешнему виду выглядят они довольно симпатично на мой взгляд ну и сейчас я покажу как полностью смотрится эта батарея попробую отойти ну вот так вот всего таких клеток 10 штук они абсолютно одинаковые по размеру ну и соответственно они будут либо стоять друг на друге либо висеть на стене точно также там друг над другом рядом друг с другом ну это уже как будет удобно заказчику как вот ему клетки полностью заспецованные полностью прутком то есть вверх боковушки все это и спорта поддоны с бортиком 15 миллиметровым по периметру внутри клетки отбортовка над этим бортиком ну тут в принципе все как всегда дверочки сделаны такого размера что на них можно повесить стандартную куполку то есть либо дверь открыть совсем навзничь то есть она там если сзади ничего нет покупал повешается прям строго по центру двери либо чуть-чуть со смещением буквально там сантиметр если дверку не получается открыть назад что так вот это дело выглядит вот так выглядит куполка висящая на двери тут как бы опять же повторюсь кто-то вешает куполки кто-то не вешает ну и соответственно на всякий случай мы делали дверки разнесенные в разные стороны дабы можно было повесить на них на каждую из дверок по куполку на мой взгляд это абсолютно необязательно то есть есть птички которые любят купаться там те же самые чижи щеглы не все есть птички которые достаточно ровно относятся к воде те же самые реполовы им лучше искупаться в песочке тут уже все зависит от птицы все зависит от ее хозяина и владельца центральная рейка в этих клетках опущена чуть чуть вниз но опять же все это из-за того что дверки сбоку соответственно по фасаду максимальный обзор на птицу очень хорошо будет видно в этих клетках и вот это высота вот эта высота она сделана с огромным запасом то есть однозначно птица будет сидеть и ее макушка будет примерно по середине вот этих вот этого расстояния то есть биться головой в потолок при прыжках птицы не будет сто процентов вот такого плана клетки я наверное делаю первый раз вот именно такого размера и такой компоновки но бы они мало чем отличаются стандартных клеток которые я делаю такого плана час по размеру фактически точно такая же на два сантиметра она пониже ну и компоновка поддона и кормушки здесь немножко другая расположены по центру но в общем и целом размер такой же функционал такой же предназначены для одной и той же птицы здесь все можно сказать что одинаково на этом я наверное буду заканчивать обзор вы в принципе все могли увидеть себя на экранах могли оценить эти клетки у себя на экранах ну и основные моменты я о них рассказал спасибо всем большое за просмотр не забывайте оставлять комментарии ставить лайки подписывайтесь на канал заходите подписывайтесь на группу вконтакте обращайтесь по вопросам заказа клеток отсадников и так далее и тому подобное либо в ваша либо ватсап ссылочка на вот сам будет в описании на этом наверно точно все всем удачи и хорошего настроения пока